так ну чё здорово всем вы попали на канал бывшего осужденного сегодня вам расскажу кто такие отрицалы на зоне я в свое время 12 лет провел местах лишения свободы четырьмя сороками много чего видел здесь я просто рассказываю свой опыт кстати был у меня период жизни когда я вот являлся таковым но это была молодость это были мои первые наверно два срока я старался там как-то проявить себя заработать некий авторитет в коллективе тюремном и тоже кусался с ментами а вот сегодня расскажу вам прям подробно кто такие отрицалы что это за мазь такая на зоне и с чем я собственно едят но перед началом ребят хотел вам посоветовать один сервис если не дай бог кто-то из ваших родственников либо друзей оказался в этом ужасном месте местах лишения свободы никому не желаю туда попасть то чтобы не заморачиваться и передать без проблем ему продукты есть хороший сервис который вам рекомендую ссылочку оставлю в описании там все очень просто быстро заказывайте оплачиваете и посылка передачка отправляется по нужному направлению человеку без проблем каких-либо если человек увезут она по другое место отбывать наказание она пойдет след за ним есть очень много преимуществ со всеми вы можете ознакомиться перейдя по ссылке в описании в закрепленном комментарии а мы начинаем думаю начать нужно наверное самого такого вопроса давайте который я считаю более такой вот актуальный касаемо отрицалова да есть такое понятие как наколки отрицаловские звезды вообще ну как будто атрибут да вот сами на ну татуировки звезды люди когда видят то есть сразу понимаешь что это но наколки зоновский и как правило их колет как бы люди ну не все подряд то есть имеющий какой-либо там авторитет да на зоне не всегда это правда так но если брать как бы как было раньше это действительно так то есть наколоть себе звезды на плечах либо на груди вот на малолетке в основном калит вот кто сидел здесь на груди кольт либо на коленях могут себе позволить только люди которые сидя в тюрьме относят себя скажем так в большей или меньшей степени криминальному миру то есть это не случайные пассажиры которые там оказались чисто вот ну как бы со стечением обстоятельств нет который именно вот занимает скрипну преступной деятельностью и не думаю может быть вы слышали из такой вот типа вот у него там видел у него отрицаловские звезды до наколоты вообще кстати до сих пор я не знаю как правильно даже говорить отрицала или отрицалова как в песне вот у дюмина и за что же мы молчим отрицалово короче ну там просто так говорят типа ты чё в отрицалове менты тигрят и в отрицалове соответственно правильно отрицалово или там ты чё отрицаешь я не пойму ребят напишите в комментариях если вы там знаете как правильно как вы думаете как правильно да и не забывайте кстати поставить палец вверх подписаться на канал и заглянуть в описании там найдете много чего интересного есть у меня telegram там я без цензуры выкладываю многие моменты озвучиваю которые здесь не могу на ю тубе а вот заходите переходите ознакомьтесь погнали вот и в общем на самом деле эти звезды нет такого понятия вот тюрьме отрицаловские звезды звезды они как бы все типа ну называются воровские это то есть их по идее могут колоть которые люди которые вот имеют скажем так воровскую судьбу до криминальную и так далее вот но не то что прям только одни блатные могут и мужики колоть в общем порядочный ареста но там блатные около около приблотненные вот так вот но сейчас настал такое время как бы не то что сейчас это уже достаточно давно как бы спроса за наколки нет вообще вот то есть я видел такие наколки даже у петухов вот эти звезды отрицаловские ответа чем друзья мы о том что если перед вами человек который весь на колках возможно даже с этими звездами самыми это абсолютно не значит что он был на зоне кем-то возможно он из-под шконки не вылезал или на параши там на кожаной флейте дудел лет пять но вернемся все-таки к отрицал наконец-таки кто же это такие в общем отрицало это от слова отрицать те кто отрицает максимально отрицают режим содержания в колонии да и вообще не только в колонии то есть вообще как бы общение с администрацией в том числе сотрудниками правоохранительных правоохранительных органов на свободе то есть для них не должно быть разницы никакой что это мент зоновский элемент вольный то есть они должны одинаково как бы базарить и с теми и с другими то есть слать их нахуй в любом случае то есть например там когда к ним применяются какая-то сила например да он должен не терпеть это там вступить с ними в драку опять же по его взглядом он отказывается там что-либо подписывать от отказывается выполнять требования там какие-то ну зашкварные на его взгляд не то что он прям вообще знаете там робу не носит там не знаю там не разговаривать с ментами нет но что-то такое как бы но как ему объяснить то есть он не до конца все равно отрицал и до конца который вот стопроцентно отрицают режим таких не существует потому как его ну тогда ему придется не есть баланду где там положено тоже правильно как она режим содержания ему придется там не знаю не стричься не бриться короче такие дела но это уже прям знаете и бывает конечно такие товарищи я встречал их тоже на зоне который отрицал такие до фанатизма просто вообще с ними менты нормально разговаривают да они там буквально там самих провоцирует вот из ну лишь бы как бы может быть они от этого кайф ловит и не знаю ну просто у них такой такой вот фетиш да но давайте вот чем занимаются отрицал которых я встречал это как правило люди из числа таких вот ну прямо если блатные которые более менее спокойно и стараются как вопросы с администрации решить а есть которые прям вот ну типа ненавидят ментов ненавидят власть там и так далее вот и они прям вот так очень резко и негативно реагирует на любые выпады со стороны администрации вплоть до того что например там законные требования там найти там возьми руки за спину то есть при передвижении зэк куда-либо должен брать руки за спину ему говорят там возьми руки за спину мне тоже была такая канитель я по первым сроком я сидел и я думал что я буду там самый блатной наверно вообще вот в этой тюрьме я пытался всячески проявить я тоже руки не брал за спину когда мне мент говорил там кого-то вел там руки за спину осуждены я дала начальник пиздует и бывало тоже там нахуй посылал там ментов что такое там ну драться я с ними не дрался была такая типа потасовка мне пытались вот эту межкамерную связь там веревку разорвать соседнее окно вот я там короче не отдавал ее там потом нас разнимали конечно до мордобоя не дошло есть такие отрицал которые вступают прямо в драки с ментами и в общем чем они занимаются занимаются по каким-то либо своим убеждением либо как сказать но не навязаны точки зрения да вот возможно они неправильно поняли либо не так до них довели что типа вот нужно отрицать и ненавидеть ментов короче да там вот весь срок и они прямо я не скажу что прям знаете я их там как-то осуждаю за это нет но честно говоря иногда это вот так посмотришь выходит прямо за какие-то рамки прямо понимания вот потому что люди иногда но бывали такой ролик кстати полно в интернете когда человек идет на прогулку вот ему говорят тип вот заходи во дворик вот прогулочный дворик там тип погуляешь вот он начинает боковать из того что он хочет не в этот а в соседней хотя он в принципе такой же ну просто не знаю там может быть потому как соседнем дворике кто-то там как-то проще что-то передать и так далее ну короче вот на такое канители вот либо там знаете заходит вплоть до того что они вот заходят менты в шизо раз с утра раз вечером на проверку если они зашли вдруг ни с того ни сего да с лишней с лишней проверкой там тоже есть ролик в нэте типа он начинает хули вы сюда ходите типа идите нахуй отсюда короче он их из камеры выгоняет как будто он из себя короче дома эти люди кстати действительно считают что это их дом ну вот тюрьма корцера у меня было одно время что мне действительно вот навязали пока я был мало молодой малой на маловедке что тюрьма это дом вот это типа для преступников это наш дом если поговорка казенный дом вот там даже когда ходит обращение там от смотрящего за тюрьмой она ходит по всей тюрьме и там написано там начинается вот ну начало такое мир дому нашему общему кстати аббревиатура дно дому нашему общему а вот то есть называется так дом наш общий короче вот так вот тюрьму там называют зэки там старые арестанты то сибоси меня пойму да такие дела и короче чё вот мне тоже как будто это вот этой романтики там голову забили я тоже считал что это мой дом что я здесь как дома короче там туда-сюда типа и серии как бы знаете а сюда и типа на свободу только в отпуск выхожу ну действительно там вот такая была замануха одно время и молодежи мне в том числе втирали вот это поебень очень долго я ее своей головы кстати ну вот пытался как-то вытравить блять и вот слава богу 30 годам у меня это получилось спустя 14 лет и 12 лет пребывания там короче либо эти люди ну знаете вот есть такие вообще прям неадекваты они агрессивные неадекватные и они короче стараются но не тоже старается они пытаются вот эту вот свою энергию куда-то деть естественно такие люди сидят в основном в изоляторах в зоне чтобы не в общем дисциплину не разрушать потому что глядя на них вот он будет там всех нахуй посылать ментов другие посмотришь я тоже так хочу это же будут лишний раз пренебрегать короче сотрудниками администрации чего-то себе позволяет лишний поэтому их прячут в шизо в буры вот что это такое как бы думаю всем вам известно я рассказывал делал ролики по этому поводу вот и короче вот там у нас сидит весь срок ну типа там газует там блатует очень часто у них перерезаны все руки вот они занимаются этим членом зарядительством вскрывают себе руки пузо животы и знак какого-то протеста на голодовке сидят вот кстати касаемо касаемо каких-либо таких событий когда блаткомитет либо ну конечно какие-то авторитеты зоновские пытаются как-то переломить власть ментов вот вот эти именно отрицал такой вот прям валерный инструмент они вот в этот момент прямо валер настало твое время то есть если какой-то кипиш сейчас там садятся на голодовку или там нужно как-то противостоять там вот ну что-то менты пытаются отжать например да там с помощью режима там не знаю там карантин например на либо смотрягу там посадите не за хуй там в изолятор да и ну и смотряга такой говорит сейчас поднимаем кипиш короче и так далее вот все для них это прям все они вот начинают там как сказать-то подстрекать там орать агитировать блять короче это такие не как это даже есть статья за это дело дезорганизация в общем людей такого такого рода они когда начинают как-то агитировать других коллектив что-то происходит может произойти бунт даже они в первых рядах беду бегут в этих бунтах они как будто ждут прямо знаете как я не знаю как камикадзе какие-то их можно назвать ну вряд ли можно их как-то делать честно я просто не нахожу здравого смысла вот в этих вещах которыми они занимаются машине как бы настраивает очень сильную администрацию против себя и также как бы ну портит портит свою жизнь свое здоровье теми теми вот вещами которыми они занимаются вот там вскрываются еще что-то короче голодовка не голодовка бывает там они даже очень жесткие вещи такие с собой творят не просто вены режешь начинают жрать каких гвозди еще отчета ну короче там такие вот моменты наравне там он у игры со смертью там ну просто пиздец какие и когда происходит вот что такое когда у них появляется возможность как себя проявить они начинают в полной мере примут выплескать вот это вот свое знаете может быть кто-то думает что типа это круто я на самом деле не считаю что это круто потому как вот например я себе набивал вот эти звезды сам те самые да и когда я вот так вот газовал и тоже там старался лишний раз там как-то ментам на грубить на дерзите итогом было то что я оказался в изоляторе в рязани на общем режиме а там два раза в неделю не два раза в день раз раз две недели туда заходит спецназ омон я не знаю какой-то но местные они в масках вот включал включали нам под крышей рамштайн на всю вот если включают рамштайн на счет короче придут маски и они заходили в каждую хату и пиздили вот эти звезды короче они отбивали до черноты они их прям ненавидели вот и и называли блядские вот блядские звезды просто чему это объясняю как бы вот сейчас я считаю что как бы я бы мог с удовольствием обойтись без всего этого вот здоровее бы был но когда-то молодой безмозглый тебе конечно по барабану я не видел кстати ни одного какого мужика лет сорока который там просидел пол жизни он в этом отрицал и всю дорогу нет как правило молодые вот такие скажет так безмозглые которым я тоже являлся в том числе поэтому я осуждаю вот такой безмозглый преступный образ жизни и то чем я занимался вот и никому не желаю ребят туда попасть потому как но это реально пиздец короче по итогу чем мы имеем давайте подводим подведем итог я не знаю за какую идею общем они борются в том числе и я как бы вот сейчас задаю себе этим вопросом для чего я себе ну для чего этим занимался я там очень долго просидел в изоляторе поймал туберкулез ну слава богу вылечили все это благодаря тому что мне как бы тоже вкрутили шляпу уши и я думал что так надо то есть это не потому что я так хотел то уж не сказать что надо делать так и я такой как это как бычара безмозглый просто пер слал ментов нахер там чуть ли не драйк с ними вступал сидел в изоляторе куковал и думал что я такой короче крутой смотрите на меня но по итогу я вот сейчас задаю себе этот вопрос и я не нахожу ответа для чего это нужно было лично мне я вот не могу догнать то есть мне это не принесло никакой пользы в жизни характер мне это закалил да я как бы и так с детства с всякого дерьма нормально хлебанул а вот меня мало чем можно было напугать и сейчас как бы тоже не особо чем меня удивишь вот ну видимо знаете это действительно попал под дурное влияние есть такое есть такая поговорка да как сказал один чувак мемный шоколад который ни в чем не виноват тюрьма не место исправления а школа новых преступлений на самом деле да и даже петлюра как-то пел тоже ты знаешь там какие педагоги бля действительно вот те там короче старые арестанты накидают вот этой канители и ты будешь думать что тюрьма наш общий дом что на вольном делать нечего что раз уж я сюда попал короче все мне надо жить только этой жизнью ни о каком исправлении мне думать вообще даже не стоит после освобождения должен греть зоны красть воровать не знаю насиловать убивать на зоне на зоне с ментами короче биться и так далее короче загубить свою жизнь посвятить его полностью тюрьме вот такая идеология имею кстати тоже нормально так привили достаточно долгое время эти взгляды и понятия жили во мне и помешали мне жить что собственно не приводило каждый раз тюрьму а вот поэтому ребята я не знаю как вы лично я считаю как минимум это бессмысленным как минимум как максимум и это да бы долбоебизмом возможно это имело смысл знаете если там как бы действительно человек живет этой жизнью действительно он выбрал этот путь себе и он ставит перед собой определенные задачи какие-то не знаю навести там ну сломать режим зоны ски там и так далее для него это как бы смысл жизни идеи и так далее но в основном это бывает знаете как это бывает ты как говорит мой один хороший товарищ холостая мурка то есть очень многие просто как бы поддаются влиянию и начинают вот так вот блатовать хотя им это вообще на хрен не нужно ну и перегибают палку и в итоге короче но ничем хорошим это не заканчивается просто это 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 даже бывает часто во вред потому что такие вот товарищи отрицалы в кавычках да постоянно газуют на ментов менты короче тоже люди они видят это все они из-за него могут прийти там устроить какие-то шмоны какие-то санкции короче да так что просто но людям невинным которые которые сидят просто отбывают свой срок прилетит тоже какая-нибудь херня за то что как бы они не при дела а вот но тем не менее тем не менее не знаю если от них пользу вообще или нет я никакой пользы лично не видел а тот этих самых отрицал дело в том что кто люди повзрослее кто действительно живут этой жизнью они как бы не порят горячку да когда нужно они могут и менту в ебало дать но никогда это но бывало такое что действительно люди там вообще с таким фанатизмом что их даже сами блатные тормозили горит хорош успокойся ты уже отрицаешь по поводу и без нас сейчас уже реально здесь всех хлопнут из-за тебя и по сайт в изолятор просто что на ровном месте газуешь на ментов вот этого делать не надо в общем такие дела ну поэтому я думаю что это короче такого юношеский максимализм помноженный на тюремную романтику в общем он отдает как бы такие вот плоды как бы но нехороший я считаю а как вы считаете обязательно ребят напишите в комментариях также еще раз напоминаю что нужно подписаться на канал поставить пальцы вверх это несложно это бесплатно напоминаю также еще раз что у меня есть телеграм-канал где можете послушать истории без цензуры не закрытый телеграм-канал где мы обсуждаем разные темы я рассказываю там как я с кими бандосами сидел как они себя вели в тюрьме в общем то что здесь я особо тоже не могу озвучить в общем заглядывайте в описании там найдете много чего интересного с вами был мишевый плюшка ребята не занимайся никакой фигней живите на свободе счастлива жизнь одна ее надо беречь прожить нормально чтобы как бы не было чтобы было что вспомнить хорошего и не проебать ее как профукал я 12 лет вот давайте ребят увидимся берегите так ребят вот такие вот у нас сувениры из ваших любимых мест есть разные тематики морская охотничья футбольная команда как всегда сейчас такие патриотические кстати очень актуальны россия все дела здесь но не спартаковский на самом деле так в общем такие шахматы еще очень крутые шахматы нарды все новое упаковочке еще пахнет даже лаком вот такие нордишки разного размера на любой вкус так сказать и цвет а такие чёточки машину тоже разного плана вот и вот такие перекидные тоже четки еще тоже практически любого фасона так что обращайтесь по ценам сориентируем и по доставке по всем другим моментам играйте наслаждайтесь эстетическое удовольствие получаете в общем от этих наших сувениров давайте всем добра